Каждую минуту в мире добывается более тысячи тонн нефти. Однако люди даже не задумываются о том, что ждет нашу планету в будущем. Ученые Казанского федерального университета проводят фундаментальные исследования, которые в будущем помогут реализовать технологию очистки почвы при нефтезагрязнениях. Молодые ученые Института экологии и природопользования Казанского федерального университета выиграли в конкурсе Российского научного фонда проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых президентской программы. Ежегодно в течение трех лет на финансирование их проекта предусмотрено по 5 миллионов рублей. Нефть является смесью углеводородов различного характера. И, как мы знаем, загрязнение нефтью и нефтепродуктами – это серьезная экологическая проблема, одна из самых серьезных на сегодняшний день. Такую экологическую проблему решает данный проект. Ученые Казанского федерального университета обнаружили, что при нефтяных загрязнениях имеются микроорганизмы, которые способны разлагать углеводороды, обеспечивая самоочищение почвы в случаях незначительных загрязнений. Оказывается, у природы есть свойство самоочищаться от нефтяных загрязнений, особенно если их количества не очень велики. Происходит это за счет действия так называемых углеводородокисляющих микроорганизмов, которые в норме потребляют углеводороды почвы, то есть вещества, которые в почве присутствуют всегда, только в небольших количествах. А если в почву попадает нефть, то они способны переключаться на нее, как на источник углерода, и потреблять ее. В результате исследования ученые Казанского федерального университета хотят узнать, зависит ли состав некоторых микроорганизмов от характеристик почв. Метаво планируется исследовать, зависит ли увеличение численности углеводородов при нефтяных загрязнениях от этих микроорганизмов. Полученные результаты в ходе исследования станут основой для разработки технологий очищения почв от нефтяных загрязнений. Арина Михайлова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова